Украинцев до 19 века вас Советский Союз, блять, придумал. Не было украинцев. Покажи мне хоть одну великую украинскую битву. Вы князя Владимира, рожденного в Новгороде, делаете украинцем, блять. Он из дома Рюриков. Рюрик правил только в Новгороде. Он никогда не был князем киевским. Киев не принадлежит украинцам. Это русский город, это мать русских городов. У вас дети не могут рождаться другой национальности. Если Киев мать городов русских, почему он не украинских городов? Вы эту территорию оккупировали после Первой мировой войны и прогнувшись по кайзерскую Германию, продали бесплатно туда. Вы просто обычный проект. Вы обычные русские люди, которых ввели в заблуждение. Много веков ваша территория, часть, которая нынешняя, находилась под разным воздействием. Но большую часть вы находились под русскими. Поэтому вас и назвали украинцы. Это те, кто жили у края. У нас они и в Сибири украинцы были, которые жили у края. Это не национальность, это территориальный термин. Об этом пишут поляки, об этом пишут немцы. Почему до середины 15 века Черное море называлось Русским морем? Почему Гетман-Выгорский в 1642 году еще даже Российской империи не было? Он делал с Польшей и с Венгрией русское княжество, а не украинское. Гетман-Запорожской сечи, Гетман-Выгорский, Годячинский договор, конфедерация трех народов. Он делал русское княжество. Почему не украинское? Возьми 2 гривня, просто национальная валюта Украины, 2 гривня. Там на обратной стороне, на нынешней валюте, написано правда русская. Это первый свой законов Ярослав Мудрый. А его дочь датируется, как Анна Д. Русская, это короли королевы Франции в топ 100 входит. Везде русское вижу. Ты мне хоть одно украинское назови до 19 века. Ты не сможешь этого сделать. Вы обычные воры, вы пиздите нашу историю. Вы оккупировали нашу русскую землю, провозгласили ее своей и пытаетесь какие-то права качать. И сейчас, если поляки придут во Львовскую область, вы ее отдадите, потому что вы слабый народ. Вы нихуя сделать не сможете. И все, кто во Львовской области, они побегут туда, как побежали в прошлый раз. И захотят жить в Европе. Только когда будет следующий конфликт, мы эту территорию назад вернем. Потому что по истории вы уже отдавали эту территорию. Якобы патриоты Украины. Кайзерской Германии вы отдали. А наши предки потом в Великой Отечественной ее возвращали. Так что, мужик, ты нового мне ничего не расскажешь. Я историю знаю. Повторяется просто круговорот и все. Вы обычное оружие сейчас Запада, которого валят штабелями. Только украинцы новые не рождаются. Рождаемость на 30% уменьшилась. Мужиков в Украине в 100 раз меньше, чем в России. Передовых технологий там нет. Вас затот кинул. Он намного больше уже помог Тайваню и Африке. Вас шваркают везде сейчас. Вас сейчас не в этом следующем году забудут. Вы просто отдадите часть территории туда, остальную мы заберем себе. И будете вы с долгами нахуй сидеть всю жизнь. И у тебя еще пра-пра-правнуки будут за них платить. Понимаешь о чем я? Придет время. Придет время. Ты сейчас в Польше сидишь, хуй ты не в Украине? Че ты на поляков батратишь? Хуй ты не в Украине? У тебя такое охуенное государство. Че ты в Польше сидишь? Какое время придет? Ты уже готов валить хоть куда работать? Вас рабами сделали Польша. Вас женщины ездят по унитазы нахуй мыть и проститутками работать. Из вас в 90-х встали раком, вы еще не поднимались, вы на пол упали. Вас Европа ебет как хочет уже. Вас поляки за людей не считают, вы бесплатная рабсила. Куда вы лезете? Ты взрослый мужик, ты не можешь этого понять. Что у детей у ваших? Они сегодня спят и мечтают завтра быть европейцами, американцами, но не украинцами. Они мыслят уже долларом, евро, но не гривнями. Гривня для них ни о чем. В Украине уже давно все на долларах считают. Вас купили. Твоих предков купили в кайзерской Германии. И вы все отдали. А вас сейчас долларом купили. Вам долларом помани, вы побежите ебать. Потому что вы рабы, вы были ими и есть. В России никогда никто не боролся за свою свободу. Потому что там свободные люди. Только раб будет бороться за свою независимость и свободу. А вы по своей истории всю жизнь боретесь за свободу. Потому что вы всю жизнь были рабами и ими останетесь. Только в России всегда с вами хорошо. И с братским народом. А там вы обычная раб сила, на которой можно ездить. Вот тебя завтра поляк возьмет вот так. Запрягет и скажет. Диду хуярь поля пошли. И ты пойдешь пахать. Либо тебе придется хуярить обратно в Украину. А они могут так сделать. Он запрягет тебя впереди. Бабку твою поставит нахуй. И похуярит поля пахать. А у тебя варика другого не будет. Тебя купили уже за доллар. Бабку твоюоту. Продолжение следует...